Здравствуйте! В эфире программа «По существу и по традиции». В начале апреля мы беседуем о призыве с главным военным комиссаром Чуваши Александром Макрушиным. Александр Александрович, какие задачи поставил республике генеральный штаб в этом году? Нам на этот год определено задание 1897 человек. Из них в сухопутные войска более 50%, воинские части МВД в порядка 20%, воинские части центрального военного округа где-то 17% ориентировочно. Из них в учебные части у нас в порядка 31% пойдут, далее в режимные части порядка 50%, и из них подготовленных нам нужно будет поставить вооруженные силы порядка 20%. О чем это говорит? Это говорит о том, что год службы всего, то есть парни, которые приходят сейчас в армию, им некогда готовиться, надо уже служить всего-то один год. Если раньше приходили, когда служили два года, полгода в учебке, потом остальное время служат. Сейчас уже идет такая тенденция, что надо ребят готовить заранее к армии. И поэтому подготовленных по ВУЗ, которых у нас должно быть более точно 366 человек, это ребята, которые уже имеют армейскую специальность. Он или водитель, или электромеханик, или телефонист. В общем, вы меня поняли. В связи с этим, сейчас у нас в республике активно идет работа по созданию центров военно-патриотического воспитания до призывной молодежи. Уточняю, до призывной молодежи. То есть сейчас мы все документы оформлены, на базе ДОСАВ ведем эту работу. Что ребят нужно до армии начинать готовить, чтобы в армии им было легче служить. Ходят слухи, что определенное количество новобранцев в этом году отправятся служить на границу с Украиной и в уже российский Крым. Насколько достоверна эта информация? Никакого скопления вооруженных сил на границе нету, поэтому смысла туда и говорить об этом. Это на уровне слухов. Кто-то их специально распространяет. Ребята пойдут служить согласно ряду. А наряд у нас по всей России точно такой же, как и осенью, и точно такой же, как весной. Те же субъекты тоже. И, кстати, в Севастополе у нас тоже, в Крым у нас там есть контингент российских войск, поэтому ежегодно мы 25 человек, ребята, отправляли туда. И они служили в различных подразделениях. Много ли новобранцев сейчас выбирают альтернативную службу? В этом году только заявление рассмотрено одного человека. Один человек подал заявление на альтернативную службу. Оно сейчас в стадии рассмотрения, и решения по нему будут приняты в ближайшие дни. То он пойдет в какое-то медицинское учреждение. Как правило, это учреждение там, где нужна такая сестрическая помощь, убирать, подносить и так далее. То есть непрофессиональное. Сокращается ли в республике количество уклонистов, и как в военкомате борются с ними? Количество уклонистов у нас с каждым годом уменьшается. Это плод той большой работы, которая проводится в плане патриотического воспитания. Ведь наша республика одна из немногих, которые, как при Советском Союзе, проводила и проводят такие игры, как Зорница, Орленок. Поэтому вот мы сейчас центр патриотического воспитания. Поэтому я думаю, что вот в этом плане надо больше работать с ребятами на ранней стадии, со школы, чтобы уклонистов не было. То есть на опережение работать, а не бить по хвостам, когда все время говорили плохо про армию, и теперь мы в результате их не можем поймать, найти и так далее. Поэтому да, мы боремся, да, мы возбуждаем и уголовные дела. У нас есть практика, мы штрафуем по закону до 200 тысяч. По закону еще можно и на два года садить. Но, как правило, ограничиваемся малыми штрафами. Ну, как сказать малыми? На 60, на 80 тысяч штрафы практика есть у нас. Мы штрафуем. Но мало того, что мы после этого еще и забираем в армию, когда штраф погашен, он еще и пойдет служить. В генеральном штабе делают ставку на контрактников и призывников с высшим образованием. Насколько сейчас изменилось лицо российской армии и есть ли особенности у нынешней весенней призывной компании? С этого года каждый солдат будет иметь электронную карту и электронный жетон. То есть это взамен военных билетов. В этой электронной карте она будет постоянная у него на всю жизнь. То есть он когда служит, у него там все данные, которые в военном билете отслужил, он ее в военкомат, в военкомате мы дальше ее ведем. То есть легче будет работать в плане, у него будут там записаны все его должности, которые он проходил, какая у него вуз, военная специальность и так далее. Все данные все будут там. Что касается жетон, он тоже электронный. Если раньше наши жетоны, они просто с алюминием были, чтобы опознать человека и так далее, то этот же жетон, он все-таки электронный. И там вся медицина отражена. Если, допустим, солдата ранили, нужна какая группа крови у него, резусы, какие прививки, какие прививки, там все абсолютно будет. То есть ему в кратчайшие сроки смогут оказать помощь и так далее. С этого года, с 1 января, вступил в закону 170-й федеральный закон, ФСС-170, который говорит о следующем. Что если юноша не служил в армии, то он не имеет права работать в федеральных и муниципальных образованиях. То есть он не может работать в администрации, в силовых структурах, в мэрии. Там, где государство платит зарплату, он работать не сможет. Поэтому я очень хочу обратиться к родителям. Не портьте карьеру сына, вы не знаете, чем он будет дальше заниматься по жизни. И ко мне очень много уже пошло сейчас обращений. Люди хотят по-новому пересвидетельствоваться. Оказывается, у них уже этой болезни нету, а он уже выздоровел. И уже хотят... То есть, понимаете, а я не имею права пересвидетельствовать. Ты в свое время получил билет, все, менять я не имею права. Какие еще новшества? Значит, с этого года начинается поэтапный, в течение трех лет, период перехода на новую форму одежды. То есть, вот та форма одежды, которая, средства массовой информации, ну, не просто так, потому что это реальные были жалобы солдат, что зимой в ней холодно, лето в ней жарко. В простонародье она называлась формой Юдашкиной и так далее. Вот, стильная, модная. На самом деле, не такая она уж. Может, она и стильная, модная, но она не теплая и непрактичная. Поэтому сейчас Министерство обороны уже презентовало, уже показало, и в интернете тоже все это есть, вот, новую форму одежды, которую в течение трех лет будем переходить на нее. Действительно хорошая, я видел ее, нам показывали на сборах в Москве. То есть, вот, она достойная, хорошая. Ну, вот это вот такие особенности именно этого весеннего призыва. Вот, я думаю, это все идет для облегчения службы для нашего солдата. Спасибо, Александр Александрович. И напоминаем, что мы были в гостях у главного военного комиссара Чуваша, Александра Макрушина. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин